здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 18 ноября время решительных действий сегодняшнем видео вы все узнаете четверг 18 ноября проходит под влиянием 14 лунного дня являющийся одним из самых мощных и благоприятных во всем цикле луны это период построения планов и завершения текущих дел время храбрости и решительных поступков будьте смелее и вы получите награду за свои действия 14 луна сутки вы в полной мере можете ощутить присущую им энергетическую мощь все что вы начали сегодня принесет вам почет и удачу день невероятно удача для любых начинаний не упустите свой шанс избегайте ленности и самолюбования при отсутствии физической или умственной деятельности имеется риск появления меланхолии тоски и депрессии если вы все же подверглись этой напасти сделайте что-нибудь руками или займитесь работой с текстами это поможет переключиться на позитив энергетика очень сильно поэтому люди которым свойство на целеостремленность чувствует себя великолепно а вот пассивные по своей природе личности могут ощутить некую тяжесть вызванную излишком энергии поэтому постарайтесь сегодня как можно больше времени заниматься делом и используйте свойства дня своих интересах чтобы он и не не взяла вверх избегайте лени приводящие не только к душевным терзанием но и к ухудшению здоровья в этот день необходимо уделить время важным делам и работе с данными обращайте внимание на все даже на случайно услышанную на улице фразу любой знак судьбы играет важную роль не игнорируйте советы данные коллегами или родственниками изучайте все доступные источники информации уделяйте время саморазвитию особенно важно правильно расставить приоритеты определив какие из имеющихся дел наиболее важны не пытайтесь выполнить все дела сразу и это чревато истощением даже с учетом мощи который предоставляет этот день принимая решение не допускайте сомнений и действуйте уверенно не бойтесь рисковать но избегать откровенно безнадежных дел обратите внимание на собственное развитие так как 14 его на сутки особенно благоволят духовно практика изучайте соответствующую литературу и священные писания будьте внимательны они могут принести вам не только скрытые знания но и новые способности позаботьтесь о чистоте своих помыслов но не увлекайтесь сеансами медитации усиленный поток энергии может негативно сказаться на вашем восприятии день очень благоприятен для любых начинаний любые дела движутся в нужном направлении самостоятельно даже без вашего участия особенно он успешен для людей работающих в бизнес сфере их ждут удачной сделки премиальной продвижение по верной лестнице и прочие награды главное не теряйтесь предлагайте руководству полезной идеи и будьте уверены в своих силах старайтесь больше времени посвятить деловому общению переговорам и общению с коллегами заводите новые знакомства они пригодятся вам в будущем ну а по народным приметам в этот день отмечают и день ионы надевшиеся в этот день считаются людьми наделенной силой и необычной энергии добавив к этому их творческий потенциал и прагматизм неудивительно что они легко добиваются успеха в жизни слабой стороной этих людей является эмоциональная неустойчивость которую они обычно стараются скрыть от окружающих оставаясь на людях собранными и невозмутимыми их талисман циркон на руси начиная с этого дня наши предки готовили к зиме сани на которых совершали первые поездки ведь в это время на земле уже лежал снег а если на иону начинался сильный снегопад то это расценивали как то что зима предстоит и снежная незамужние девушки с раннего утра готовили себе стакан молока с ложкой меда которые заговаривали на благополучное скорое замужество а для этого брали стакан молока разводили ложку меда и говорили такие слова как молоко вкусное так и замужество мое будет удачно как медок сладок так и брак будет гладок истина говорили один раз выпивали стакан молока а после этого выходили на улицу и раскидывали по земле монетки чтобы с ужин и поскорее заглянул ваш дом и после такой практики в скором времени обязательно встречали свою любовь вот проделайте такую практику посмотрите как любовь придет вашу жизнь очень быстро в этот день было принято читать специальный заговор на веник считали что веник является мощным оберегом для дома и семьи ведь его помощью можно было брать ссоры с дома а значит избавляться от всего плохого и ненужного хранили веник в доме только метелкой вверх и всегда следили за его чистотой те хозяева где заговоренный веник чистый свеж всегда были благополучными и удачными чтобы обезопасить свой дом от сглаза недоброжелатели темных сил брали веник в этот день просто проходили по всем комнатам и обметали все углы таким образом ставили защиту сновидение в этот день вещи как правило в эту ночь снятся запоминающиеся яркие сны которые сбываются через три дня в это время будут успешными любые магические действия а также работа с амулетами и талисманами однако прибегая к магии вы должны четко понимать что и ради чего совершаете запрещено использовать обряды ради смутных мимолетных желаний это не приведет ни к чему хорошему на дополнительный доход эта практика позволяет привлечь новых клиентов либо дополнительный источник дохода но он не может увеличить заработную плату или получить премию также следует учитывать что прибыль вы получите единожды хотя и крупную сумму проводить его лучше всего накануне полнолуния так как в этот период он имеет не большую силу вам понадобится несколько купюр крупного номинала лучше всего взять из кошелька выбирайте самые новые затем откройте окно крепко держать деньги в левой руке укажите луне делать это можно вечером не огорчайтесь если она закрыта облаками в этом случае просто представьте что лунный свет падает на деньги обратитесь к ночному светилу произвольной форме сообщите на что вам нужны деньги и сколько именно а после этого скажите такие слова луна хозяюшка пришли к моим деньгам их товарищей пошли мне работу маленькую а награду за нее большую говорим три раза далее благодарим луну и убираем купюры назад в кошелек оставьте на подоконнике символический подарок который утром нужно отнести на природу и оставить к примеру на красивом камне в парке либо у дерева подарок символически можно оставить любое лакомство ближайшие несколько дней ждите разовую работу получив за нее вознаграждение обязательно купите себе то на что просили деньги не тратьте их ни на что другой и не давайте никому в долг иначе денежная удача от вас отвернется чтобы удачно вложить деньги если вы хотите чтобы вам всегда сопутствовал финансовая удача то проведите эту практику эту практику вообще можно проводить накануне полнолуние либо прям во время полнолуния для этой практики вам понадобится одна белая свеча и сухая трава мята что вы делаете в течение всего дня вы должны на свечки нанести свои инициалы можно иголкой как угодно далее рядом со своей свечой вы должны положить сухую траву мяты достаточно немножко чтобы потом можно было положить в кошелек зажигаем свечку разложили свою траву мяту достаточно немножко насыпать вокруг после этого 9 раз вы должны сказать такие слова денежки теките ко мне рекой в мой кошелек направляйтесь с этой свечой разгорается моя удача она заполняет мой кошелек деньгами как свечи догорят так и с ними проблемы сгорят благодарю судьбу за то что приобрела да будет так вот эти слова говорим 9 раз свечку нужно оставить догорать агарочек относим подальше от дома если он у вас остался а ритуале никому не рассказываем трава которая была рядом со свечой ее нужно убрать в кошелек в потайное место она будет притягивать финансовую дачу при желании такую практику можно повторить через месяц ждем полнолуние и проводим посмотрите что финансовая удача всегда будет рядом с вами также в этот день хорошо проводить практику на встречу с любимым если вы давно не виделись со своим избранником либо одиноки и не можете встретить вторую половинку вам поможет данная практика вам понадобится любая вещь которой вы пользуетесь это может быть расческа зеркальце украшение или что-то другое неважно вам нужно просто вечером в этот день взять выбранный предмет в руки и трижды негромко сказать такие слова без дела не лежи службу мне окажи к любимому приведи встретиться помоги выручаешь всегда не подводишь никогда послужи и сейчас три раза говорим держите заговоренную вещь и всегда при себе например сумочки действует она очень быстро в течение буквально пару недель вы сможете встретить своего избранника и также конечно хорошо привлекать любовь если вы хотите вам понадобится украшение которые вы часто носите вам его нужно просто с вечера расположить на подоконнике под лунным светом если у луны нету ничего страшного но когда положили украшение говорим такие слова луна заряди эту вещь силой любви говорим три раза все свой предмет вы оставляете на ночь а утром обязательно его нужно одеть со словами я взаимно любима парим один раз все старайтесь это украшение носить почаще так как это украшение будет делать вас привлекательной в глазах противоположного пола и своего избранника вы можете встретить не позднее чем 30 лунных дней вот проведите эту практику вы посмотрите как вашу жизнь придет любовь и как обычно по традиции перед сном каждый из вас проговариваем такие слова с этой минуты в мою жизнь идет огромное счастье повторяем один раз и у каждого обязательно наступят счастливые перемены